Приветствую вас, давайте попробуем разобраться с тем, что у вас произошло. Итак, с мужем прожили два года, детей нет. Ну, здесь сразу момент такой, вот вы пишете про то, что у вас нет детей, но при этом как бы понятно, что детей скорее всего вы хотите, раз вы про это сказали, а то что детей нет. И соответственно вопрос заключается вот в чем, с учетом того, что вы далее написали, можно сделать вывод, что у вас с вашим мужем определенные какие-то проблемы были. В отношениях и соответственно возникает такой вопрос, а случайно не из-за детей ли у вас такие проблемы? То есть я хочу вам сказать, что, смотрите, вы говорите, что у вас нет детей, но кто-то получается из вас этих детей хочет? Если я вот правильно вас понял, кто-то же детей из вас выходит так, что желает или нет? То есть вот это, на мой взгляд, это на мой взгляд такой, ну достаточно важный вопрос. Потому что если кто-то из вас детей хочет, а вы, например, ну, например, вы детей хотите, допустим, да, а мужчина вас, например, детей не хочет, то, соответственно, это, на мой взгляд, ну довольно такая, знаете, серьезная проблема для вас. И вот, собственно, это первое, о чем, на мой взгляд, стоит вам подумать. То есть, хотите ли вы детей, если хотите, то, там, почему, например, не получается детей завести, да, ну и так далее. Ну, вот здесь тоже хотелось бы вам сказать следующий момент. Значит, то, что были планы о переезде в ваш город, это, безусловно, хорошо, ну, если в вашем городе действительно лучше, если в вашем городе действительно там больше каких-то вот возможностей, да, и так далее. Но, какая мотивация основная, переезжать в город, какая основная, вот были планы, вы говорите, а планы о переезде в другой город мотивировались чем, были мотивированы чем. Какой мотив, например, какой мотив был у вашего мужа, например, переезжать в город ваш? Какой мотив? Какой мотив у вас был, переезжать в другой город? И почему, если я правильно вас понял, сейчас этот мотив отношен на второй план? Ну, как бы, получается, что он, этот мотив, ну, в общем-то, недостаточно был важным, может быть, для вас, или, может быть, недостаточно важным он был для вашего мужчины, да, раз он, в принципе, получается так, что отказывается ехать в ваш город теперь. Либо он сомневался в нем изначально в, ну, в этом вот мотиве, в своем мотиве, да, ехать в город и так далее. То есть здесь, как бы, есть вот такой момент. И момент этот, на мой взгляд, довольно-таки важный. Далее. Вы пишете. Ну, опять же, опять же, смотрите, с учетом того, сколько вашему мужчине лет, а лет ему, лет ему сорок три. С учетом этого, можно говорить о том, что, ну, как минимум, а, вот, а пенсии, как минимум, а пенсии, ну, уже стоит задуматься. Как минимум, да? Вот. И возникает такой вопрос у меня. А вот, считаете ли вы сами, что это, ну, справедливо? Считаете ли вы нормальным, что ваш мужчина, ну, хочет, получить пенсию? Считаете ли вы адекватным, что вашего мужчины, вашего мужчину волнует, что у него будет нормальная пенсия или не будет у него нормальная пенсия, да? То есть, то есть, вот, момент здесь, ну, вот, такой. То есть, как вы относитесь по факту, как вы относитесь по факту, к тому, что человек хочет обеспечить себя вот этой вот самой пенсией. На мой взгляд, это довольно важный момент здесь. То есть, вот вы приводите историю, приводите вы факт, и... Но не говорите про свое отношение к этому. Четыре года, да, четыре года срок, конечно, достаточно большой, безусловно, но, опять же, ради пенсии, с учетом возраста мужчины, ну, это довольно уважительный фактор. Далее, значит, сначала он со мной посоветовался, но затем сказал, что решил, и если не выработает, то потом будет жили. Ну, вот здесь, конечно, момент такой, довольно странный. То есть, получается, что мужчина решает сперва с вами посоветоваться. Потом он решает сам, что нет, он все-таки должен доработать. И получается так, что ваш мужчина как бы не уверен, получается, в своей позиции. Он не уверен в себе. получается, что у него самого заведомо не было какой-то вот четкой позиции по этому вопросу. Иначе, как объяснить тот факт, что он прямо посоветовался с вами, а потом сказал, что все-таки нет, вот я решил, и я если я не воспользуюсь этой возможностью, то буду потом это жалеть. И здесь возникает вопрос, а если мужчина не уверенный в себе, или не имеет определенную четкую позицию, то было ли так всегда, или так получилось только сейчас. Если так было всегда, то опять же возникает вопрос, принимали ли вы его ранее вот таким, какой он есть, или нет? если принимали, то что вам мешает теперь принять его такую вот позицию? А если вы его не принимали ранее, ну вот я так могу предположить, что может быть вам всегда было тяжело мириться с вот этой вот его ну скажем так недостаточной активностью, да? то что заставляло вас быть с ним вместе в отношениях? Это вот такой важный вопрос. Но объективно понятно, что вас обидело и задело то, что он с вами посоветовался, а потом сказал, что будет жилец. Ну давайте подумаем, что у вас за дело? Видите ли, вот если мужчина в себе не уверен, да, то очень легко брать в отношении с ним ну скажем такую вот материнскую позицию, родительскую позицию, да? И может быть вас задело то, что раньше он к вам прислушивался и советовался с вами как бы и в итоге может быть негласно вы решали делать так, как вот ну как вот может быть вы например хотите, да? Как вот может быть вы решили, да? И так далее. А теперь он решил сделать по-своему. Может быть это вас напрягло напрягло. В любом случае этот момент тоже нужно разбирать. То есть понятно, что вас задело, понятно, что вас обидело, что это понятно, что вас покородило его в такое вот поведение. Это понятно, но я хочу, чтобы вы все-таки постарались определить именно этот аспект, аспект того, что именно и почему вас задело. Ну с этим определиться. Далее. Он обвинил меня в том, что я не хочу туда ехать, там действительно глухо и тоскливо. так. Смотрите. Вы пишите, были планы о переезде в мой город. То есть до сих пор вы жили где-то, но не в вашем городе. Вы говорите, что мужчина должен был должен начать работать в своем родном поселке. И получается, что он вам говорит о том, что вы не хотите ехать в этот поселок, значит, вы живете получается даже даже не в поселке и не в своем родном городе, а где вы тогда живете? А если вы вот если вы ну не хотите ехать в его поселок, если у вас были планы о переезде в другой город, в ваш город, то где вы то сами жили тогда? Вопрос возникает такой, на мой взгляд, довольно логичный, потому что ну очень важный вообще вопрос. Где вы жили? Где вы сейчас живете? Собственно. Вот. Значит, мужчина обвинил вас, что вы не хотите ехать в этот самый поселок. Здесь вот тоже вообще-то говоря, не очень все понятно. Если мужчина вас обвиняет в том, что вы не хотите ехать в какой-то поселок к нему, то это что получается? Что он об этом ранее не знал, что вы не хотите жить в поселке? или он знал, но как-то мирился с этим? Или он знал, но предпочитал, например, допустим, закрыть на это глаза? Или как? Как у вас вот эта вот ситуация вся происходила? я хотел бы, чтобы вы как-то вот донесли вот этот момент. Он на самом деле очень важен. То есть, почему мужчина вдруг внезапно обвиняет вас в том, что вы не хотите ехать в этот самый поселок? Хотя вроде как вы и в общем-то ну и не планировали в него ехать, да? и так далее. То есть, вот как эта ситуация стала возможной? Вы раньше обговаривали вообще, что вам не нравится там, например, жить в поселке, что вам не нравится поселковая жизнь, да? И так далее. Он об этом в первый раз слышит? Или что? Складывается такое ощущение, что через отведение свое мужчина вас знаете как пытается как-то вот уличить, да, уличить в какой-то вообще ну до этого проблеме. До этого не обозначенной четко проблеме. Вот как мне видится эта ситуация. И здесь опять же вопрос к вам. А что это за ситуация? Да? Что это за проблема? Ну если бы у вас все было хорошо в паре, то я уверен, мужчина не стал бы вас обвинять. ну просто потому что попытался бы с вами поговорить, попытался бы с вами проблему решить, а получается так, что у вас как будто бы уже есть некая определенная ситуация конфликта, которая была до этого, до происшествия с этим городом, с этим переездом и так далее. И вот собственно говоря вопрос заключается именно в том, чтобы вы постарались понять, что дело не в переезде, не в пенсии, не в работе, дело в том, как вы вот именно вы воспринимаете его и как он воспринимает вас. Что-то мне подсказывает, что дело именно в этом. Именно в этом все дело. Вот. Теперь значит идем мы с вами дальше. Вы говорите там действительно глухо и тоскливо. Ну, понимаете, если для вас вот какое-то место глухое и тоскливое, то опять же ваш муж он это знает, что для вас это место глухое и тоскливое. И соответственно, если он это знает, то чего бы он вас обвинял вдруг в том, что вы не хотите туда ехать. а если он не знал об этом, то получается, что вы выбрали неверную форму подачи вот своего нежелания. Кроме того, вы не сказали о том, к чему вы пришли в результате вот совет. То есть он с вами посоветовался, да, а дальше то что? Дальше то что? Ну вот посоветовался он и к чему вы пришли. Он же потом решил, что в любом случае едет в свой посылок. Получается, что в совете вы сказали ему, что не поедете в его посылок. А чем аргументировали? Понимаете, с точки зрения мужчины ваша аргументация, что там глухо и тоскливо. не идет ни в какое сравнение с тем, что мужчина получает откровенно нормальную пенсию всего лишь за 4 года работы. Вот как бы аргументы. Аргументы такие, чтобы мужчина не воспринял их как каприз. Например. Далее, понимаю, что не поеду, вы понимаете, что не поеду, поеду, что не поеду, в итоге решили поставить точку. Так. Понимаю, что не поеду, тем более, в такой ультимативной форме прозвучало по итогу. Аноним, вы, то есть, Мария, вы почему не поедете, да? Вы почему понимаете, что не поедете? Вы не поедете, потому что вам, по сути, смена какого-то вот климата, может быть, смена среды проживания дороже своего мужа, или вас заделось, что он в ультимативной форме вам это преподнес? Это довольно-таки противоречие. Если вы говорите вместо того, чтобы посоветоваться сообща, но вы уже посоветовались, и вы как бы сказали уже этот самый итог, что вы сказали итог, что я не хочу туда ехать. То есть, мужчина обвинил вас в том, что вы не хотите туда ехать. Получается, это то, что он понял в результате вашего совета. А теперь вы говорите, и получается, что как бы совет был. Вот. Тут непонятно, вы говорите, сначала он со мной посоветовался, а затем сказал, что решает, что решил. Но какие итоги его советования с вами-то были? и вы говорите, что бы посоветовался сообща. Но вы же уже посоветовали сообща. То есть, как бы вот это непонятно здесь. И, собственно, если вас задела его ультимативная форма, в которой он озвучил вам свое решение, то это связано опять же с его позиции, с его уверенностью в себе, как мужчина, и с тем, что у вас определенные проблемы были до этого. То есть, это просто следствие сейчас идет. Это идет следствие того, какие у вас были проблемы до этого. В итоге решили поставить точку. Точку в чем? Ну, наверное, в отношениях. Да, вы говорите дальше, что понимаете, что нужно расходиться. А почему так быстро точку поставили? У нас мужем жили два года. Ну, подумаешь, он хочет переехать в свой город, чтобы доработать. Ну, это как бы нормальное желание вообще. Зачем сразу ставить точку? Почему не попробовать разрешить конфликт? Почему не попробовать разрешить ситуацию? Почему не подумать, как можно было бы сделать так, чтобы и вам, и ему было хорошо? Если вы любите друг друга, вы вот, что интересно, не пишите о том, какие у вас чувства друг другу, любит ли вас муж, любите ли вы его, все ли у вас хорошо и так далее. Но в итоге решили поставить точку, это когда, знаете, очень скомканно получилось. У мужчины аргументы довольно серьезные. Пенсия нормальная по нынешним временам, если вы живете в России, это довольно серьезно. А вот ваши аргументы там действительно глухо и тоскливо, но они как-то выглядят довольно сомнительно, особенно если вы любите своего мужчину. И вот вопрос, либо у вас есть какие-то более серьезные аргументы, либо вы просто не готовы за ним идти. Да, и почему вы удивляетесь, что он вас бросает? Или почему вы говорите, что поставили точку, когда здесь в этом случае правильнее будет сказать, что это мужчина понял, что вы не поддерживаете его в его стремлении благоустроиться в жизни. Тем более ему 43 года. Далее, головой понимают, что нужно расходиться. Это вот что? Расходиться только из-за того, что вы не могли прийти к выводу по переезду, который обусловлен довольно серьезными факторами. Или потому, что мужчина не уверен в себе и попытался вот так вот свою уверенность проявить. или потому что вы решили расходиться, потому что у вас какие-то еще проблемы были. Понимаете, если вы расходитесь только из-за этого, то это как-то не серьезно, особенно если вам 35 лет, а ему 43 года. То есть как бы взрослые люди. Но не расходятся взрослые люди, прожившие два года вместе, из-за этого так же как взрослые люди понимают, что действительно важно. Вот Мария, а вы понимаете, что действительно важно? Значит, но боюсь, что мне будет трудно пережить развод. А каких именно трудностей боитесь? Какие именно изменения в вашей жизни произойдут, которым вы не готовы и которым вам придется адаптироваться? То есть вы не развода боитесь и не трудности, а вы боитесь того, как вы не хотите как бы осуществлять затраты на адаптацию к новым условиям. Вы, возможно, не хотите брать на себя ответственность за свою жизнь в большей степени, чем вы имеете сейчас. И чего я делаю вывод, что вы в своем роде зависимы от мужа. Но так далее, вы зависимы от него. Почему вы отказываете ехать в поселок на 4 года? Не такой большой срок. А детей можно означать поскольку там воздух свежий, там воздух чистый, там дети вырастут здоровее, в городе. На 4 года там побудете, вернетесь. Ну, то есть, как-то непонятно. Жалеете, что связались с ним вообще? Почему жалеете, что связались с ним вообще? В чем проблема? Какие проблемы у вас были до этого? То есть, понятно, что вот эта ситуация, это как бы вершина айсберга, а сама проблема лезет, вероятно, глубже, но вы о ней не говорите. Для меня расставание болезненно, болезненно, очень. Почему? Расставание это нормально, и люди расстаются, и, к сожалению, это происходит. Почему болезненно? Потому что вы через широк людям привязываетесь к человеку, да? А почему привязываетесь? Привязываетесь к потребностям своими, которыми вы удовлетворяете через человека. А какие это потребности? Почему вы их сами удовлетворить не можете? Вот это вот то направление, в котором вам нужно двигаться, чтобы понять природу своей болезненности, то бишь фрустрации, то есть невозможности получить то, что вы хотите. Хоть и я в своей жизни пережила уже и развод, так, а вот это интересно, получается, что это ваш второй брак, и вы разводитесь, вы хотите отвеститься за второй раз, то есть со вторым мужчиной у вас не получается отношения, здесь можно наблюдать определенное сценарное поведение, то есть поведение выстраиваемое по определенным триггерам, и нужно поведение ваше анализировать с первым мужем, со вторым мужем, чтобы вычленять общее в этом поведении, чтобы понимать откуда оно идет, это общее, как правило, оно идет всегда из детско-родительских отношений, это родительский сценарий, его нужно выявлять, прорабатывать и изменять, чтобы вы не разводились с мужчинами, со своими. Значит, и смерти близких и родных людей, и как вы эти смерти переживали, были ли у вас травмы, были ли у вас ощущения вины перед этими людьми, чувствовали ли вы, что вы виноваты перед тем, кого вы потеряли, и почему, я не знаю, как справиться, с чего начать. Ну, а если говорить о том, как справиться, то вообще-то говорят, с чем справиться. Если говорить о том, что у вас уже был развод, и вы его пережили, то здесь я сказал. Если говорить о том, с чего начинать, то начинать нужно, наверное, с того, чтобы осознавать свои собственные потребности, свои собственные приоритеты, свои ценности. Вот это вот является самым главным. То есть понимаете, вы потеряли свои ценности, или вы пытаетесь их реализовать, притворить жизнь через других людей. Например, через близких своих, через своего мужа второго. может быть, через первого мужа вы пытались это сделать, а надо свои ценности реализовывать как бы самостоятельно, не через кого-то. Тогда и таких вот ситуаций не будет. Это первое. второе. Болезненные срасставания, то бишь потребности. Какие они, почему удовлетворяете исключительно через мужчину, через человека рядом. И так далее. Здесь тоже момент, какие потребности, как правильно удовлетворять. И вот уже вам, с одной стороны, ценности, которые ваши, которые нужно реализовывать самостоятельно. С другой стороны, потребности, которые тоже важны, которые тоже нужно реализовывать самостоятельно. Где-то на стыке этих двух факторов плясов и появляется ориентир вашей деятельности, вашей собственной. Не жены, не женщины, не девушки, не матери, которой вы, вероятно, хотите быть. И так далее. А именно человека, именно личности. И вот с этого и нужно начинать. Ну и сценарная модель поведения, как я уже говорил, потому что второй брак у вас складывается неудачно, это система, систему нужно анализировать и менять в ней элементы путем осознания сценарного поведения и его смены в то направление, которое вы сами для себя считали бы хорошим. Ну, например, какого мужчину вы хотите иметь рядом, какое положение вы хотели бы занимать рядом с ним вы, что вы можете дать мужчине, что мужчина вам может дать, понимаете, то есть вот такие вопросы определяющие ваше положение, ваши права и обязанности в отношениях, это вот тоже нужно обязательно разбирать. Ну, и определенно, что мужчина ваш не уверен в себе и вы тоже в себе не уверены, потому что боитесь, потому что развод для вас это трудно переживаемое событие. и я думаю, что в этом контексте вам точно нужно подумать о том, а в чем вы в себе не уверены. Ну, вот понятно, у них 35 лет нет детей, наверное, уже думаете о том, что вот, может быть, у вас детей не будет или детей очень хочется и так далее. Важно, чтобы вы не рассматривали своего мужчину как средство для достижения этих целей, средство для получения детей, например. То есть, есть ладно понятно, для чего вам дети, для реализации, но дети это не способ реализации. Понимаете, дети это результат отношений, это результат любви, а реализация это не через детей. И если вы не чувствуете себя до конца реализованной, то стоит подумать, а как бы вы могли реализоваться, но не через детей, потому что в этом случае и детей, и свою семью, и своего мужа вы будете подчинять определенному образу, который есть у вас в сознании, и тем самым идеализируя этот самый образ, идеализируя детей и мужа, и предъявляя к ним завышенные требования, которые, может быть, вы уже предъявляете своему мужу. Подумайте обо всем этом, и тогда уже, я думаю, вам будет легче. Ну а пока на этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok